Девушки отдыхают Мы находимся в Мурманске, крупнейшем городе, расположенном за Северным Полярным Кругом, столица Арктики. А еще это незамерзающий порт России, которому приписаны все суда единственного в мире атомного ледокольного флота, в том числе и первенец — ледокол Ленин. С 2009 года у ледокола началась новая жизнь. Он ошвартовался в центре города, у морского причала, и стал музеем. Дмитрий Михайлович, а то, что у нас ледокол Ленин — это музей, но он до сих пор в составе нашего атомного флота? Да, так принято и так удобнее его эксплуатировать. А скажите, пожалуйста, а вот экскурсии сейчас у вас с кем будет экскурсия? Люди со всего города, кто желает, приезжие, иногородние, иностранцы, гостей очень много. Да, регулярно. Можно и мы тогда тоже поучаствуем? Пожалуйста. Значит, просьба такая, во время движения не отставать от группы. Здесь довольно легко заблудиться. На ледоколе 12 палуб и более тысячи помещений. То есть, уйдете куда-то в сторону, я вам не завидую. Это похуже египетских пирамид, да еще и темно. Поэтому все время вместе в сопровождении экскурсовода. Внимание на маршруте. Три группы находятся, поэтому просьба сообщать о своих передвижениях. Первая группа поднялась на мостик. Вторая группа начала из кают-компании. Третья пойдет по жилой палубе. Мы сейчас с вами остановились на палубе, которая называется Капитанская. Здесь расположена каюта Капитана, самая большая, на ледоколе. Достаточно посмотреть салон Капитана, одно из самых красивых помещений на ледоколе. Если вы попадете на любое современное судно, вокруг вас везде будут железо и пластик. А на ледоколе Ленин, как видите, вокруг вас везде дерево. Причем дерево очень красивое. Мастера краснодеревщики выполняли эти работы. А эскизы интерьеров ледокола разрабатывала целая группа архитекторов. Поэтому в помещениях ледокола интерьеры нигде не повторяются. То есть 10 сортов различной древесины. Вот это, например, ясень. Внутри клен, птичий глаз такой необычный. Стол и дверь выполнены из орехового дерева. То есть, видите, разнообразие материалов. За 60 лет существования атомного ледокола Ленин здесь не было ни одной реставрации. Все, что вы видите, все первозданно. Если добавить, что ледокол был построен за 3 года и 3 месяца, ни один ледокол так быстро не строился, то тогда можно уже делать выводы, как умели строить. Бригады сборщиков и сварщиков соревновались друг с другом, движимые горячим желанием как можно лучше выполнить работы по строительству первого в мире атомного ледокола. Все, что попало в реакторный отсек, тщательно очищалось. Медленно, осторожно опускали в трюм ледокола важнейшую часть его оборудования. В этих пока еще мертвых стальных цилиндрах скоро должна родиться та замечательная энергия, которая даст жизнь атомному кораблю. Вот один из трех винтов корабля. Он похож на распустившийся гигантский цветок. Чтобы закрепить винт на вал, понадобился гаечный ключ весьма внушительных размеров. Корпус атомного ледокола водоизмещением в 16 тысяч тонн построен. Товарищ директор завода, прошу вашего разрешения произвести спуск на воду первого в мире атомного ледокола «Ленин». Прогрешаю приступить к спуску. Отдать курки. 5 декабря 1957 года атомный ледокол «Ленин» сошел на воду. Но вернемся в наше время, к экскурсии. Пока люди с любопытством заглядывали в салон капитана, сам капитан находился в рабочем кабинете. Это соседнее помещение, куда посторонним вход запрещен. Валентин Сергеевич Довыдянц руководит командой, которая обслуживает судно. Это более 20 человек. А я, кстати, смотрю, как раз два первых капитана вспоминали, да? Да, два первых капитана. Валентин Сергеевич сегодня и сам в первом ряду опытных и уважаемых капитанов нашего атомного флота. Во льдах Арктики ходил более 40 лет. А с ледоколом «Ленин» познакомился в год его постройки, когда был еще совсем мальчишкой. Буксиры привели ледокол к мосту лейтенанта Шмидта, чтобы Ленинград мог полюбоваться творением своих рабочих и инженеров. Стоял в очереди на берегу Невы, среди всей этой толпы, которая там занимала набережную, в очереди на катер для того, чтобы съездить на экскурсию. Всем хотелось побывать на чудо-корабле. На арктическом корабле побывали и люди тропиков. С интересом слушали объяснения гостей из Индии. С ним у меня тогда не было, что я вдруг когда-то буду на нем работать и еще в таких должностях. А сколько лет вам было? Мне было 12 лет. Ведомый мощным буксиром ледокол вышел в море. С капитанского мостика уже передано приказание приготовиться к движению собственным ходом. Поворот регулятором мощности и реакторы приходят в рабочее состояние. Секунды нужны, чтобы пар устремился в турбины. Главный электродвигатель набирает обороты. Бинты работают. Атомный богатыль пошел своим ходом. Валентин Сергеевич пришел на ледокол «Ленин» в 1978 году, уже будучи опытным моряком. В обычном флоте дослужился до старшего помощника капитана. На атомный ледокол взяли третьим помощником – капитана Бориса Макаровича Соколова. Он самый молодой капитан был. Потому что Павел Кимович Пономарев, который первый капитан нам был, но он уже был в возрасте капитан. Вот они достраивали. Борис Макарович у него был капитан-дублером. И после строительства Павел Кимович паронавигации сделал и ушел. И Борис Макарович встал и бессменно здесь 40 лет отработал. Первое тогда у меня было, когда я пришел, мы пошли в море. Борис Макарович на мостике не было. Я там ручки дергаю, там ведем. Одна льдина там плавала. Я был старпом. Капитан-дублер, который здесь до меня здесь работал. Ну, был тоже старпом, стал на ранг выше. Он говорит, что ты там обходишь? Ну, я же пришел еще с тех пароходов, я же там матросы, говорю, там слева, справа, там посмотри, как тебе удобнее обойди. Ну, ты что, мы же ледокол. Она такая маленькая, с виду здесь была. Время на обедах было. Ну, и мы, как говорят, с полного хода я на эту льдинку-то и наехал. А льдинка оказалась так. В учебниках говорили, айсберг там одна восьмая наверху, а семь восьмых под водой. И как же? Такое, ну, все со столов улетело, побилось. Борис Макарович быстренько на мостик, советчик с мостика быстренько. Чудак на нехорошую муку, ничего, воды мало. Одна единственная льдина, ее надо было здесь через нее проехать. Ну, я же не стал сказать, что там старшие товарищи порекомендовали. То есть, видимо, надо как над молодым пошутили, видимо. Ну, не знаю, что там было в мыслях, но, во всяком случае, вот так первое. Поэтому я с тех пор все равно такие вот обхожу. И чем для вас это все вылилось во что? Да ничем. Ну, втыком. Суровый был капитан? Ну, в принципе, да. Ну, и учил всегда, даже вот он не стоял, понимаете, он не стоял над душой, как вот начальники. Там сидят, тут некоторые капитаны там есть. Вот я начинал, когда и швартоваться сам, там что-то, околки какие-то. Он там в каюте сидит, в иллюминаторах, там смотрит, 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 там подойдешь. Там, ну, может быть, там поначалу, там, ну, ты считаешь, что ты уже красавец, все, ты там со свистом подошел. Все, там привяжешься к пароходу, там, к ледоколу, отойдешь потом. Сынок, зайди в каюту, заходишь в каюту, листок бумажки, вот пароход, вот ледокол, вот ты подходил так. А если ты подходил вот так, это было бы лучшему и безопаснее. Ну, во всяком случае, все там наматывали на ус все, чего он там советовал. А вы где здесь жили, когда работали? У вас где была каюта? У меня каюта ниже была. А покажете? Покажу. Ну, вот, это апартаменты капитан-дублера. Первый в мире от нового ледокола. А вы здесь работали, а спать, на этом диване, что ли, или как? Нет, здесь это рабочий кабинет. Здесь есть спальня, здесь есть ванная. Показывайте. Ну, это вы, когда уже капитан-дублером были, да, в таких условиях жили, а когда помощником, попроще, наверное, было, да? Немножко попроще. Здесь и плочная каюта. Там не будет, начинали. Ну, тут как в городской квартире, прям стандартные ванны и унитазы. Ну, ну, собственно говоря, спальное место. И сколько лет вы здесь прожили? Год того, чего считали. С шестого года. Несколько лет. Несколько лет. До ледяных полей еще далеко, и жизнь на корабле идет обычным порядком. В уютной тишине кают молодежь готовится к зачетам. Ведь каждый матрос в Арктике хочет стать капитаном или штурманом. Столовая команды, здесь питался экипаж. Здесь буфетные, были официантки, ходили. Здесь построил широкоформатный кинотеатр. А как это выглядело все? То есть люди приходят на обед, они кушают и смотрят? Да, ну, обычно после ужина, когда свободное время, рабочий день закончился. Ну, кто на вахте, те смотрели там другое время. Ну, то есть посуда убиралась и столовая превращалась в кинозал, да? Вот вы уже сказали, что нужна психологическая совместимость. Ну, действительно, уходим в море, во льды, там, на 4 месяца. Нет, это сейчас на 4 месяца стали ходить. А тогда там по 8-10 больше года. Огромная мощность позволяет атомному ледоколу быстро и свободно маневрировать в самых тяжелых льдах. Закрушив и разбросав лед вокруг каравана, Ленин снова устремляется вперед. Широкая просторная дорога остается за его кормой. «Водострада!» – шутят моряки. За обедом только и разговоров, что о боевом крещении корабля. Здоровая пища, здоровый спортзал. Останавливались, лыжи бегали, футбол сразу гоняли. То есть в практике... Другой образ жизни здесь был. С тех времен, в своей практике, не сталкивались, когда что-то человеку тяжело становилось как-то, он неадекватно себя вести начинал, не было такого. Нет, были. Почему? Такие случаи были. Отправляли просто в Мурманс на попутном судне. Там некоторые, которые недавно там, предположим, устраивались и попадали. Все же за большим рублем гнались. А никто же не думал, что здесь вибрация будет, там полярная ночь где-то из-за счета. В командном составе и среди моряков, работающих с ядерным реактором, случайных людей не было и нет. Жесткий отбор и регулярный медицинский осмотр, включая психологов и психиатров. Остальным членам экипажа, особенно новичкам, всегда было сложнее. О трудностях работы во льдах мы говорили и с другими моряками, которые посвятили всю свою жизнь Арктике. С отрывом от дома, от семьи, вообще от берега, у людей возникает, ну, какая-то не клаустафобия, как-то, ну, какая-то безысходность. Вот иногда это как-то вот так вот качает, как-то ледокол очень сильно попадает в качку, думаешь, ёлки-папка, сбежать бы отсюда, а тогда сбежишь. Бежать-то некуда. Так что вот эта вот специфика есть ледокольного флота. Это не только работа, это образ жизни. Потому что ты живёшь, в общем-то, здесь всё-таки на работу, с работы. Это, возможно, даже тяжелее. Я вообще, честно говоря, не представляю себе, как это. Ну, вот здесь на курсах когда бывают, то есть утром встать, там машины, если нет, а машины – это пробки, транспорт, час-два толкотня. Потом туда это всё, не переодеться, не переобуться. А там ушёл в четыре дня. Да, а там что это самое? Утром проснулся, тапочки наделал, ты на работе уже. Значит, вот эти вот комфортные условия, конечно, вот я взял себе за привычку. Я все годы, когда я работал, я ходил в бассейн. Каждое утро. Никогда не пропускал. Ну, ты же, ну, где ты найдёшь ещё такие комфортные условия? Сходил в бассейн, там, лёгкую сауну принял с утречка. Пришёл на завтрак, тебя вкусно накормили. Пошёл, поработал. Вернёмся к экскурсии по ледоколу «Ленин». Наша группа как раз подошла к помещению, в котором расположены ядерные реакторы. Становитесь, смотрите, фотографируйте, если интересно, да. Вот, проходите. Вот внутри этих двух атомных реакторов, которые вы смотрите, находятся 482 таких конструкции. Называются они тепловыделяющие сборки. Внутри этих сборок находится ядерное топливо. Вот этого объёма ядерного топлива хватает на срок работы ледокола от 4 до 6 лет. Для сравнения, возьмём дизель электрический ледокол, отправляясь в Арктику, он берёт около 5000 тонн жидкого топлива, топочного мазута или что-то там. Хватает на полтора месяца. Вот отсюда весь букет преимуществ атомных ледоколов. Неограниченная автономность плавания. Вопросы есть? Слушайте, а сейчас топливо из реактора будет? Конечно. В 1993 году оно было полностью выгружено, с ледокола увезено. По сути дела, радиационный фон сейчас там такой же, как здесь. А здесь фон радиационный сегодня ниже, чем на улицах Мурманска. Но вы не смеетесь, я не шучу, это серьёзно. Дело в том, что в Мурманске на улице добавляется ещё космическая радиация. Здесь она поглощается этими переборками. Поэтому, ну это почти в пределах погрешности. Но, так это, объективно говоря, всё-таки чуть-чуть пониже. Здесь же, на ледоколе «Ленин» можно увидеть фотовыставку. Это снимки главного механика судна и фотографа Владимира Кондратьева. Мы встретились с ним, чтобы побеседовать об этом увлечении. Ну вот вся эта выставка называется «С борта ледокола Ленин». В Арктике очень много белых медведей. Атомный ледокол «Ленин» идёт по трассе. Он останавливается, он ждёт караван, допустим. Через 3-4 часа, ну через 5. К ледоколу сами подходят медведи, понимаете? Вот, они подходят и вот вам готовый материал для съёмки, понимаете? Вторая фотография мне нравится, вот та самая «Морж». Помните «Морж», как она получилась? Это была шлюпочная высадка экипажа на остров Святого Петра. Это в Арктике один из островов, маленький островок, где было лежбище моржей. К лежбищу подошли, их было там много, штук 40 примерно моржей. Ну все моржи ушли, а это, очевидно, был воржак стада. Он был довольно смелый, он как бы, ну, наверное, считал, что он отвечает за стадо. Ну, он не боялся людей. Я подошёл к нему, он спокойно абсолютно реагировал. Я погладил вот, а потом выбрал позицию довольно-таки. Он всё это спокойно воспринимал. И так совпало, что и облака были хорошие. И на фоне был не Ленин, а другой ледокол оказался. Ну, это просто так вот совпало, ну, и вот получился снимок такой. Мне повезло, что я там находился, в Арктике. Ну, я не жалею, это, ну, как бы, подарок судьбы. Это трудно для семьи, трудно для человека. Ну, это, в принципе, был подарок. На самую высшую точку ледокола, на ходовой мостик выходим. Сейчас мы поговорим о том, как управляют ледоколом. Это тоже очень так, своеобразно. Главные события происходили здесь, в ходовой рубке. И основные инструменты управления ледоколом – это вот этот штурвал и вот эти ручки машинного телеграфа. Значит, с помощью штурвала изменяется курс направления движения судна. Задачу эту выполняет вахтенный матрос рулевой. Подчеркиваю, матрос. Все обожают тут фотографироваться. Пожалуйста, никаких проблем. Но после этого не заявляйте, что вы капитан. Капитан тут никогда и близко не стоял. Вот задача этого матроса с помощью этого штурвала – погостить эту инерцию и выдержать заданный курс. А вот задает курс старший вахтенный помощник капитана, значит, старший штурман. И он здесь главный на мостике. И в его распоряжении вот эти три ручки. Ну, почему три ручки? Потому что у ледокола три винта. С помощью этих ручек штурман в процессе движения перераспределяет мощность на винтах ледокола. В результате винты ледокола начинают вращаться с разной скоростью, а можно сделать, что они будут вращаться и в разные стороны, в раздрай, как говорят моряки. И в результате этого ледокол обретает такое очень ценное качество, как маневренность. Не пробиться тут буквально 20-30 метров, но никак. Староход идет сам на слабинку, куда он может. Цена маневра в Арктике колоссальна. Несвоевременный или неграмотно выполненный маневр может обернуться даже гибелью какого-то из судов, идущих в караване позади ледокола. Единственный способ избежать этой угрозы, опасности – это маневр. Дело в том, что ледовое сжатие зависит от направления дующего ветра. Поэтому нужно развернуть караван относительно этого направления ветра, и ледовое сжатие прекратится. И, как говорят моряки-ледокольщики, самая прямая дорога в Арктике – кривая. Нужно постоянно маневрировать, уходить от этих опасностей и уводить беззащитные эти суда, за которые ледокол отвечает. Ну что, идем дальше? С помощью атомных реакторов производился пар, с помощью атомной паропроизводящей установки. А далее этот пар, вот по этим трубам-паропроводам, поступал сюда в машинное отделение на турбины ледокола. Таких турбин четыре, соответственно, четыре электростанции на ледоколе. Ниже под нами находятся три грибных электродвигателя ледокола. Каждая величина есть двухэтажный дом, представьте себе, да. И вот эти электродвигатели уже обеспечивали вращение винтов ледокола. Вот, представляете, сколько энергии для этого требуется. В 59-м году, когда ледокол вошел в строй, он стал самым мощным судном на планете. Ближайший конкурент, американский ледокол «Глетчер», отстал безнадежно, 20 тысяч лошадиных сил. То есть ледокол «Ленин» сразу в два с лишним раза превысил мощность ближайшего конкурента. И вообще, я должен сказать, что где-то примерно 110-120 ледоколов на планете. Примерно половина из них — это российские ледоколы. Мы и количественно лидируем в мире, и качественно, поскольку атомных ледоколов, наиболее передовых, ни у кого нету, кроме России. На этом наша экскурсия подошла к концу. Атомный ледокол «Ленин» стал историей, которой мы гордимся. Сегодня в нашей стране проходит смена поколений атомных ледоколов. «Росатом» запустил серийное строительство. Головной ледокол «Арктика» в 2020 году выйдет на трассы Северных морей. Спущенные на воду и достраиваются ледоколы «Сибирь» и «Урал». Еще два таких же судна только начинают строиться. И уже готовится к подписанию контракт на строительство суперледокола «Лидер», который сможет ходить во льдах толщиной 4 метра и сделает Северный морской путь круглогодичным во всех направлениях. А началось все 60 лет назад со строительства первого в мире атомного ледокола «Ленин». Северный морской путь круглогодичным во всех направлениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова